Эти дети приехали из Ярославской области. Они волонтеры, помогающие инвалидам. При храме Владимирской иконы Божьей Матери в селе Давыдово их учат доброте и терпению, человеколюбию и душевной щедрости. Летний лагерь в Анапе подарил им уникальную возможность соприкоснуться с примерами потрясающего мужества и жизнелюбия. Все дети из многодетных семей, малымущих семей, трудные подростки. И как раз пересеклись с таким днем, когда нам досталась такая честь поздравить их с таким достижением удивительным, как получить сертификат с двумя звездами по плаванию. Сертификат об успешном прохождении курса к МАЗ-две звезды получает Курцик Виктор. Сертификат об успешном прохождении курса к МАЗ-две звезды получает Никита Ванков. Сертификат об успешном прохождении курса к МАЗ-две звезды получает Кириллов Михаил. Все три колясочника, участники сегодняшнего погружения, имеют потрясающий опыт преодоления своего недуга. Никиту и Виктора вырвало из нормальной жизни роковой прыжок в воду. Михаила – автокатастрофа. Тяжелейшие травмы, полная неподвижность. То, что они сегодня погружаются в морские глубины – не чудо, а огромная работа над собой. И дайвинг. За ним вера в себя и мечты. Сейчас я хочу попасть в проолимпийскую сборную по плаванию на открытой воде. Потому что я до этого, до травмы был в сборной края, выступал за наш край. И сейчас стремлюсь, тренируюсь, активно плаваю. Когда ныряешь, какие ощущения? Нет никаких ограничений между людьми. Потому что полностью все на равных, на равных плывем, с одной скоростью всплываем. Никита – большая международная знаменитость. В «Звездном городке» его наградили золотой медалью имени Юрия Гагарина, как настоящего героя за волю к жизни. Он вовлек в парадайвинг и Михаила Кириллова. У меня первая группа инвалидности, у меня была полностью парализованность. Ну, сначала было четыре конечности, потом правая сторона, и сейчас уже потихоньку отпускает. Ну, вот это занятие дайвингом ускорило вас? Вы знаете, да, очень помогло. Потому что я сейчас могу уже даже вот, ну, без косыля и нормально такие приличные расстояния покрываю. Виктор Пуцик из Подмосковья, и он уверен, что бы ни случилось, нельзя валяться на диване. Дайвинг и еще раз дайвинг. Это поддерживает форму, то есть это положительные эмоции, и то есть дайвинг – это прекрасная реабилитация, я советую всем. Создатель дайвинг-клуба и фонда содействия выполнению государственной программы «Доступная среда» Татьяна Ананева убеждена не только в действенности этого вида спорта в деле реабилитации здоровья. Случилось, пересеклись пути Господние, да, вот пришел батюшка и говорит, у меня дети, вот, дети занимаются и помогают людям, они как волонтеры с инвалидностью. Я говорю, вообще это здорово, потому что мы за этот год провели два урока доброты. Уроки доброты – это желание помочь обычным детям научиться понимать, помогать и, главное, уважать людей, попавших в беду. Сегодня неизвестно, кто кому больше помог. Те, что помогали застегнуть гидрокостюм на парадайверах, или как раз эти люди с ограниченными возможностями и безграничной жаждой жить полной жизнью, преодолевших все свои страхи и комплексы и на равных со здоровыми людьми, ныряющих на глубину.